Беседа, 65-я, страница 436. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Иоанна 11, 49, 50. Псалом 9, 16. «Обрушились народы в яму, которую выкопали, и сеть, которую скрыли они, запуталась нога их». Это случилось с иудеями. Они говорили, что должно умертвить Иисуса, чтобы не пришли римляне и не взяли их язык и город. А между тем, когда умертвили, тогда подверглись этому. Таким образом, избегая, чего, по-видимому, они это сделали, того самого не избежали, потому что сделали. Тот, кого умертвили, находится на небесах. А те, которые умертвили, наследуют гиенну. Хотя и не это имели в намерении. Ну что, от того дня, сказано, с этого дня положили убить его, потому что говорили, придут римляне и народом нашим овладеют. Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, в чем те еще колебались и что предложили на рассуждение в виде мнения, так как говорили, что сделаем?» То самое этот провозгласил бесстыдно, открыто и с наглостью. «И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. Видишь, какова сила архиерейской власти? Удостоившись вполне архиерейства, хотя бы недостоин был. Он пророчествовал, сам не разумея того, что говорил. Благодать воспользовалась только его устами, но не коснулась нечистого сердца. Так и многие другие предсказали будущее, хотя были недостойны, например, Навуходоносор, Фараон, Валаам. Причина этого известна. А слова Каиафы значит вот что. «Вы сидите, доселе мало обращаете внимания на это дело, и не знаете, что должно пренебречь для блага общего спасением одного человека». Смотри, какая сила духа! Из лукавой души он смог извлечь слова, полное чудного пророчества. А чадами Божьими Евангелист называет язычников, применительных к будущему. Точно так же, как и сам Господь говорит, есть и иные овцы. 10.16. Называя их так, применительных к будущему. Но что значит слова? «Был первосвященником в тот год». То, что вместе с прочим, и это достоинство было искажено с тех пор, как начальственные должности сделались продажными. Первосвященствовали уже не все время жизни, но один год. Однако же при этом дух еще присущ был им. Только тогда, когда они воздвигли руки на Христа, он оставил их и перешел на апостолов. Это показали и разравшаяся завеса, и глаз Христа, который сказал «Все, оставляется дом ваш пуст!» Матфея 23.38. Равным образом и Иосиф Славий, живший спустя немного времени, сказал, что некие ангелы, еще пребывавшие с ними в ожидании их исправления, оставили их. Да коли виноградник еще существовал, все было. Но как скоро они умертвили наследника, то стало уже не так, и они погибли. И Бог, взяв от иудеев, как бы от неблагодарного сына светлую одежду, отдал ее добрым слугам из язычников, а их оставил нищими и ногими. Немаловажно и то было, что враг пророчествовал об этом. Это могло привлечь и других, потому что на деле вышло совсем не так, как враг предполагал. Через смерть Христову верные освободились от будущего наказания. Но что значит и не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино? Стих 52. То, что он близких и дальних сделал одним телом. Так что живущий в Риме считает своими членами индийцев. Что может сравниться с таким собранием? А глава всех Христос. С этого дня положили убить его. Стих 53. И прежде они искали этого, как сказано. Искали его иудеи убить. 5.18. Ищу. Что ищите меня убить. 7.19. Но тогда они только искали, а теперь постановили решение. И смотрят на это дело, как на обязанность. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну, близ пустыни, в город, называемый Ефраим. И там оставался с учениками своими. Опять спасает себя по-человечески, как и часто это делает. Я уже сказал о причине, по которой он часто уходил и удалялся. И теперь он живет близ пустыни, в Ефрафе. И там пребывает с учениками своими. Как, думаешь, смущены были ученики, видя, что он спасается по-человечески. За ним уже никто не следовал, так как по случаю приближения праздника все спешили в Иерусалим. А они, когда все веселились и праздновали, тогда-то именно скрываются, тогда-то находятся в опасности. Однако ж, несмотря на это, они оставались с учителем. Так они скрывались и в Галилее во время Пасхи и праздника Кущи. Равным образом и после того, во время праздника, они одни из всех бегали и скрывались вместе с учителем, и тем показали ему свое расположение. Поэтому-то Лукай замечает, что Христос сказал им, «Я прибыл с вами в напастях». А это он сказал, чтобы показать, что они укрепляются его благодатью. Приближалась Пасха иудейская. И многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и стоя в храме говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. О, 55-57 стихи. Удивительное очищение. При намерении скверниться кровью, при мысли о человекоубийстве, при окровавленных руках. Тогда искали Иисуса и стоя в храме говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» В Пасху злоумышляли, и время праздника делали временем убийства. Здесь, говорят, ему должно попасть в наши руки, так как теперь время призывает его сюда. О, нечестие! Когда требовалось особенное благоговение, когда следовало отпустить и тех, которые увлечены в величайших преступлениях, тогда они стараются уловить человека, не сделавшего никакой неправды. Впрочем, они уже и прежде так поступали, но не только ничего не достигли, а еще сделали смешными. Он часто впадает в руки их и уходит от них. И когда они замышляют его умертвить, удерживают их и приводят в недоумение, чтобы обнаружением своей силы расположить их к сердечному сокрушению. И чтобы, когда возьмут его, они знали, что это произошло не от их собственной силы, но от его соизволения. Так и теперь они не могли его взять при всем том, что Вифания была близко. Да когда и взяли, он поверг их ниц. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус к Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. И вечерял у них, причем Марфа служит, а Лазарь возлежит. Вот доказательство несомненного воскресения Лазаря. Спустя много дней он был жив и ел. Отсюда видно также, что вечеря была в доме Марфы, потому что они принимают Иисуса как друзья и любимцы его. Некоторые, впрочем, говорят, что это было в чужом доме. Мария при этом не прислуживала, а была ученицей. Опять и здесь она является более духовной. Она не прислуживает, как гости, и не оказывает всем услуг, но воздает честь только одному и приступает к нему не как к человеку, а как к Богу. Поэтому она и мира излила и отерла волосами головы. Это показывает, что она имела о нем понятие не такое, какое имели другие. Между тем Иуда под предлогом благочестия укорил ее. Что же Христос? Доброе, говорит, дело сделала она для погребения моего. Стих седьмой. Почему же он не обличил ученика за эту жену и не сказал того, что сказал евангелисту, то есть что Иуда укорил ее, потому что был встать? Он хотел тронуть его великим долготерпением. А так как он знал, что Иуда предатель, то он прежде неоднократно обличал его, говоря, «Не все веруют, и один из вас дьявол» 6.64. Этим он показал, что знает его как предателя, но не обличил его открыто, а оказал ему снисхождение, желая отвратить его. Как же другой евангелист говорит, что «так сказали все ученики» Матфея 26.8. Правда и все, и он, но другие не по тому же побуждению. Если же кто спросит, почему Христос поручил Татью ковчежец нищих и сребролюбца сделал распорядителем, то я отвечу, что сокровенные причины этого знает Бог. Если же следует что-нибудь сказать нам, основываясь на соображениях, то это для того, чтобы отнять у Иуда всякое извинение. В самом деле, он не мог сказать, что сделал это, предал Иисуса, по любви к деньгам, так как находил достаточное удовлетворение своей страсти в ковчежце. Нет, это он сделал по великому нечестию, которое Христос хотел обуздать, оказывая ему снисхождение. Поэтому он и не обличал его в краже, хотя и знал об этом, чтобы тем обуздать его злое пожелание и отнять у него всякое оправдание. Не трожьте ее, говорит, потому что она сделала это для моего погребения. Оставьте. Сказав о погребении, он опять сделал намек на предателя, но его не трогает это обличение, не смягчает эти слова, хотя они и могли возбудить сострадание. Как бы так он говорил, я неприятель и тягостен, но подожди немного, и я отойду. К этой же мысли он приводит слова. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда. Но все это не преклонило человека зверонравливого и неистового. Впрочем, Господь и сказал, и сделал даже гораздо больше этого. Он и омыл ноги его в ту ночь, и сделал его участником трапезы и солила, что могло бы укротить и души разбойников. И сказал другие слова, которые могли бы смягчить самый камень. И все это не за долгое время, но в тот же самый день, чтобы самое время не привело этого в забвение. Но Иуда упорствовал, несмотря на все. Страшно истинно страшно сребролюбие. Оно закрывает и глаза, и уши, и делает свирепие зверей. Не позволяет думать ни о совести, ни о дружбе, ни об общении, ни о спасении собственной души. Но за раз, отвративши от всего, делает плененных своими рабами точно какой жестокий тиран. И что всего хуже в этом горьком рабстве, оно заставляет даже услаждаться собой. Так что чем больше предаются ему, тем больше увеличивается удовольствие. От того-то преимущественно эта болезнь и бывает неизлечима. От того-то неукротим этот зверь. Сребролюбие сделало Гиезе из ученика и пророка прокаженным. Оно погубило Ананию. Оно сделало Иуду предателем. Оно расплило иудейских начальников, которые принимали дары и стали сообщниками воров. Оно породило бесчисленные войны, наполнило кровью пути, плачем и слезами города. Оно и вечерей сделало нечистыми, и трапезы оскверненными, и самое яство исполнило беззаконие. Потому-то Павел назвал его идолослужением, Ифесянам 5.5, но и этим не устрашил. А почему он называет его идолослужением? Многие, имея богатство, не смеют им пользоваться, но считают его святынею, и передают целости внукам и их потомкам, не смея коснуться его, как бы чего-нибудь посвященного Богу. А если когда и принужденный бывает коснуться его, то бывает в таком состоянии, как будто сделали что-нибудь непозволительное. С другой стороны, как язычник оберегает идола, так ты ограждаешь золото дверями и запорами вместо храма, устрояешь для него ковчег и влагаешь его в серебряные сосуды. Но ты не поклоняешься золоту, как тот, своему идолу. Тем не менее, ты показываешь в отношении к нему всякое уважение. Далее, язычник скорее отдаст свои глаза и душу, чем идола. Так точно и любящий золото. Но я скажешь, не поклоняюсь золоту. И тот говорит, что он поклоняется не идолу, но живущему в нем демону. Так и ты, если не поклоняешься золоту, то демону, который вторгается в твою душу от взгляда на золото и от страсти к нему. Страсть, сребролюбие хуже демона, и многие покорны больше, чем иные идолам. Идолов во многом не слушают. А сребролюбие во всем повинуется. И исполняет все, что бы оно ни приказывалось сделать. Что же оно говорит? Будь, говорит, для всех врагом и неприятелем. Забудь природу. Презирай Бога. Пожертвуй собой мне. И во всем этом повинуются. И стука нам приносят жертвы волок и овец. А сребролюбие говорит, принеси мне в жертву твою душу. И это также исполняют. Видишь, какие они имеют алтари, какие принимают жертвы. Лихаимцы царствия Божия не наследуют. 1 Коринфянам 6.10 Но они этого не боятся. Впрочем, эта страсть сама по себе слабее, потому что неврождена нам и не происходит от нашей природы. Иначе она была бы в нас с самого начала. Но в начале не было золота, никто не любил золото. Если хотите, я скажу, откуда возникло это зло. Каждый, соревнуя жившим прежде его, увеличивал эту болезнь и предшественник возбуждал даже против воли. Люди, как скоро видят светлые домы, множество полей, толпы слуг, серебряные сосуды, большое собрание одежд всячески стараются иметь еще больше. Так что первые бывают причины для вторых, эти для последующих. Между тем, если бы хотели жить скромно, то не были бы учителями для других. Впрочем, и для этих последних нет оправдания, потому что есть и такие, которые презирают богатство. Да кто же, скажешь, презирает? В том-то и беда, что зло увеличилось до такой степени, что добродетель нестяжания стала, по-видимому, невозможной. И что даже не верится, чтобы кто-нибудь ей следовал. Я мог бы, конечно, назвать многих и в городах, и в селах, но что пользы? Ведь от этого вы не сделаетесь высшими. А сверх того, у нас и речь теперь не о том, чтобы вы растратили имущество. Я желал бы этого, но так как это бремя высшей сил ваших, то я не принуждаю. Я только убеждаю, чтобы вы не желали чужого, чтобы уделяли от своего. Ведь есть много таких, которые довольствуются своим, заботятся о своем и живут праведными трудами. Почему мы не ревнуем и не подражаем им? Вспомним о тех, которые жили прежде нас. Не стоят ли доселе их имения, на которых только имена их сохраняются? Вот баня такого-то, вот предместие и гостиница такого-то. Увидев это, не вздохнем ли мы тот час, представившись, сколько он трудов перенес, сколько хищения совершил, и нигде нет его самого. А его стяжанием наслаждаются другие, о которых он и не думал. Может быть, даже враги его, между тем, как сам он терпит величайшее наказание. Это ожидает и нас. И мы непременно умрем, и нас непременно постигнет тот же конец. Сколько, скажи мне, перенесли они гнева, сколько издержек, сколько вражды, и какой плод? Нескончаемое наказание, лишение всякого утешения и осуждения от всех, не только при жизни, но и после смерти. А что в том, когда мы видим изображения многих, поставленные в домах? Не больше ли от того плачем? Поистине, хорошо сказал пророк. Суе метется всяк человек живущий. Псалом 38, 6. По печенью о таких вещах поистине есть смятение и напрасное беспокойство. Но не так бывает в обителях вечных и в тех селениях. Здесь иной трудился, а иной наслаждается, а там каждый будет господином своих трудов и получит многообразную награду. Будем же стремиться к тому стяжанию. Там устроим себе домы, да упокоимся во Христе Иисусе Господе нашим, с Которым Отцу, со Святым Духом. Слава вовеки. Аминь.